Сергей Козлов. Как поймать облако. Когда пришла пора птицам улетать на юг и уже давно увяли трава и облетели деревья, ежик сказал медвежонку. Скоро зима, пойдем поудим напоследок для тебя рыбки, ты ведь любишь рыбку. И они взяли удочки и пошли к реке. На реке было так тихо, так спокойно, что все деревья склонились к ней печальными головами. А посредине медленно плыли облака. Облака были серые, лохматые и медвежонку стало страшно. А что если мы поймаем облако, подумал медвежонок. Что мы тогда с ним будем делать? Ежик, сказал медвежонок, что мы будем делать, если поймаем облако? Не поймаем, сказал ежик. Облака на сухой горох не ловятся. Вот если бы ловили на одуванчик, а на одуванчик можно поймать облако? Конечно, сказал ежик, на одуванчик облака только и ловятся. Стало смеркаться. Они сидели на узеньком березовом мостке и смотрели в воду. Медвежонок смотрел на поплавок ежика, а ежик на поплавок медвежонка. Было тихо-тихо, и поплавки неподвижно отражались в воде. Почему она не клюет? Спросил медвежонок. Она слушает наши разговоры, сказал ежик. Рыбы к осени очень любопытны. Тогда давай молчать. И они целый час сидели молча. Вдруг поплавок медвежонка заплясал и глубоко нырнул. Клюет, крикнул ежик. Ой, воскликнул медвежонок. Тянет. Держи, держи, сказал ежик. Что-то очень тяжелое, шепнул медвежонок. В прошлом году здесь утонуло старое облако. Может, это оно? Держи, держи, повторил ежик. Но тут удочка медвежонка согнулась дугой, потом со свистом распрямилась, и высоко в небо взлетела огромная красная луна. Луна! В один голос выдохнули ежик и медвежонок. А луна покачнулась и тихо поплыла над рекой. И тут пропал поплавок ежика. Тяни, шепнул медвежонок. Ежик взмахнул удочкой, высоко в небе, выше луны, взлетела маленькая звезда. Так, прошептал ежик, доставая две новые горошины, теперь только бы хватило наживки. И они, забыв о рыбе, целую ночь ловили звезды и забрасывали ими все небо. А перед рассветом, когда горох кончился, медвежонок свесился с мостка и вытащил из воды два оранжевых кленовых листа. Ничего лучше нет, чем ловить на кленовый листик, сказал он. И стал было уже задремывать, как вдруг кто-то крепко схватился за крючок. Помоги, шепнул ежик медвежонку. И они усталые, сонные, вдвоем, еле-еле вытащили из воды солнышко. Оно отряхнулось, прошлось по узенькому мостку и покатилось в поле. Кругом было тихо, хорошо, и последние листья, как маленькие кораблики, медленно плыли по воде. Субтитры создавал DimaTorzok